В салоне автомобиля Subaru Impreza, который двигался по проспекту Столетия в сторону Зари, избивали пассажира. Subaru Impreza ехал в потоке попутного транспорта по проспекту Столетия Владивостока в сторону Зари. В салоне автомобиля разворачивались драматические события. Там избивали пассажира. Когда машина выехала на мост, водитель Subaru, видимо, пытаясь как можно скорее покинуть оживленную дорогу, начал резко маневрировать, петляя в потоке. Ехали в попутном направлении с импрезой. Начало подрезать. Ушел в сторону встречного направления от удара. Получается, в бок зацепил корову. Импреза, которая уехала дальше, собрала клумбы. Не знаю, кто там. Трезвый, нетрезвый. Да, да, да. Есть такое дело. Не знаю, трезвый, нетрезвый. Импреза, зацепив фит, не остановилась. Хонда вильнула навстречку и ударила в левый бок Короллу. Та, в свою очередь, развернулась и задела Хонда Аэрвейв. Автомобиль раскидала по дороге. Авария практически полностью перекрыла движение по мосту. Subaru с окровавленным пассажиром на борту далеко увезти свою жертву не удалось. Молодой человек пытался перехватить у водителя руль. Машину занесло и вынесло на тротуар. Оперативно подоспели сотрудники полиции и скорая. Агрессивный экипаж Subaru решил без боя не сдаваться. Мужчины пытались оказать сопротивление, но быстро оказались на земле. Почему вы в наручниках? В ДТП попали. А в наручниках почему? Просто задержали. За что вы задержали? Об этом попозже будем разговаривать. Сейчас не хотим. На ДТП попали, вот, голова болеет, короче. Мы сейчас в данное время не можем ничего сказать. Понятно. А вы почему в наручниках? Я за рулем был просто. Вы что-то, вы дрались или что, уникали? Нет. За что вас задержали? За аварию. ДТП попал, голова. За аварию наручники не одеваешь? Не знаю. Пока пострадавшему молодому человеку оказывали помощь, он рассказал, чего от него добивались его малознакомые земляки. За что вас избили? Я не знаю, за что вообще. Они просто мне взяли, короче, так и так. Потом, вот, как он мне должен был засадить на остановку, получается. Вот, а потом кто-то, я понимаю, что он прямо по мосту едет. Вот, потом уже начал, короче, бить по голове кто-то. И все там началось драться в машине и так далее. Потом, я так понял, что мы попали в аварию, потом уже остановился. Вот так. Вы знаете? Ну, так, со стороны. Просто у меня, ну, угрожали по телефону, по WhatsApp. Что хотели? Деньги? Деньги, конечно. Субару «Импреза» оказалась застрахованной. Владельцам трех пострадавших автомобилей повезло. Не придется добиваться выплат через суд. А вот история с похищением человека приобретает уголовный оборот. В обстоятельствах происшествия будут разбираться следственные органы.